Приветствую всех на своем канале Repair Service. Меня зовут Константин и я работаю мастером по ремонту мобильных устройств. Сегодня я хочу начать тему ремонт телефонов и поделиться своими знаниями со всеми, кто думает пойти тем же путем и приобрести для себя новую профессию мастера по ремонту мобильной техники. На этом курсе мы разберем основы устройства телефона, вы узнаете как пользоваться необходимым инструментом, выявлять различные неисправности и производить ремонт. Самое первое видео я хочу посвятить тому, без чего не может обойтись ни один мастер. Это инструмент. Итак, давайте начнем. Первое, о чем я хочу сказать, это мультиметр. Комбинированный электроизмерительный прибор, объединяющий в себе несколько функций. С его помощью можно измерять сопротивление, постоянное и переменное напряжение, сила тока, тестировать транзисторы и диоды, измерять емкости, частоты, температуру, проверять линию на обрыв и короткое замыкание. Как с этим работать, вы узнаете из этого курса. Конечно, все эти функции присутствуют далеко не во всех мультиметрах. Но для начала, не обязательно сразу покупать дорогое устройство. Мой самый первый мультиметр стоил всего 450 рублей. И даже сейчас его можно купить по этой же цене в некоторых магазинах. Модель этого мультиметра Ресанта ДТ-838. Основных функций этого мультиметра вполне достаточно. Здесь есть режим прозвонка со звуковым сигналом, который необходим для поиска короткого замыкания и обрыва контакта на плате, измерения напряжения, сопротивления, силы тока и некоторые другие функции. А вот уровень защиты на нем минимальный. Хотя, скажу откровенно, прослужил он мне 3 года и вышел из строя только после неправильного подключения элемента питания типа крона. Достаточно было просто коснуться контактов. После этого я решил приобрести хороший и надежный мультиметр фирмы СЭМ, модель ДТ-916. Его особенность заключается в том, что там все измеряются в автоматическом режиме. Достаточно просто выбрать, что мы хотим измерить. Также есть память последних показателей, измерение емкости конденсаторов и подсветка дисплея. Но самое главное, это надежная защита, расширенная гарантия до 2 лет и автоматическое отключение для экономии энергии. Следующее, что нам потребуется, это блок питания. Экономить на этом устройстве я не рекомендую. Но если у вас нет возможности приобрести хороший блок питания, такой как Web 3005D на 30 вольт и 5 ампер стоимостью в 6500 рублей, то можно купить самый простой блок, например, Element 1502D+. Его стоимость начинается от 1700 рублей в зависимости от магазина. Правда, этот блок не подходит для ремонта ноутбуков, так как у него максимальное напряжение на выходе 15 вольт, а сила тока доходит до 2 ампер. Следующее, о чем хотелось бы сказать, это паяльная станция. Лично я использую термовоздушную паяльную станции фирмы Lucky, модель 702, с феном и паяльником. Она легкая и почти бесшумная, с цифровой индикацией и с широким диапазоном рабочих температур, может быть использована для решения различной сложности. Точность температур этой станции до 1 градуса. Уникальная функция неактивного состояния позволяет экономить энергию. Когда ручка паяльника кладется обратно на держатель, система приводится в резервное состояние готовности. Как только ферн снимается с держателя, система возвращается к изначальным настройкам. Эта станция имеет уникальную систему охлаждения. Продолжительный продув воздухом после отключения продлевает срок эксплуатации нагревательного элемента и ручки. Когда температура потока воздуха становится ниже 50 градусов, питание отключается. Сам же паяльник имеет керамический нагреватель, что обеспечивает быстрый нагрев и более точное поддержание температуры. Рабочий диапазон температур фена от 200 до 480 градусов Цельсия, а паяльника от 100 до 480 градусов. Стоимость такой станции начинается от 4750 рублей. Самые мелкие детали невозможно снять или поставить на плату без микроскопа. Поэтому нам конечно же потребуется бинокулярный микроскоп. У меня микроскоп фирмы YAHON модель YX-AK01 с увеличением 20X и 40X. Этого увеличения вполне достаточно для работы с платами телефонов. Но вот фокусное расстояние у этого микроскопа маленькое и составляет всего около 8 сантиметров. Что не позволяет помещать под микроскоп платы ноутбуков. Также у микроскопа есть своя лампа для подсвечивания платы. Стоимость такого микроскопа колеблется от 8500 рублей. Есть еще также советские микроскопы, такие как MBS-1. У них более большое фокусное расстояние и составляет примерно 160 миллиметров. Идем далее. Чтобы расклеивать дисплей нам потребуется сепаратор. При нагреве телефона с помощью сепаратора до 90 градусов клей становится мягким. Это позволяет без особого труда отклеить дисплей от рамки телефона для того, чтобы произвести его замену. Лично я использую сепаратор фирмы UET 958Q. Он обладает большой поверхностью нагрева, что позволяет расклеивать дисплей больших планшетов до 10 дюймов. Стоимость такого сепаратора начинается от 4500. Но бывают и более маленькие сепараторы, предназначенные только для расклейки дисплеев телефонов и по более доступной цене. Следующее, что нам понадобится, это ультразвуковая ванночка. Она необходима для того, чтобы отмыть плату от окислов, которые оставляют после себя попадание жидкости. С помощью ультразвука и специальной химии происходит очистка платы. Вычищается вся грязь даже под микросхемами, куда нельзя получить прямой доступ. Такие ванны бывают как маленькими для плат телефонов, так и большими, в которые помещаются платы от ноутбуков. Но чаще всего в этом нет необходимости иметь большую ванночку, так как микросхемы на платах ноутбуков большие и их легко снимать и ставить на место. Моя ванночка фирмы Yahun Model XY2000A. Работает эта ванночка с частотой 35 и 50 Гц для очистки крупной и мелкой грязи. Стоимость от 1500 рублей. Следующее и последнее, что должно быть у мастера, это ультрафиолетовая лампа. Эта лампа необходима для того, чтобы восстановить маску на оголенных и восстановленных контактах и токопроводящих дорожках. Мы рассмотрим процесс восстановления чуть позже, где вы узнаете как правильно восстанавливать дорожки, как наносить маску и высушивать ее в ультрафиолетовой лампе. Стоимость такой лампы начинается от 700 рублей. Итак, давайте подытожим. Весь инструмент, что нам понадобится, будет стоить от 20000 рублей в минимальной комплектации. Получается, что даже для работы нам понадобится не так много средств, чтобы начать зарабатывать на ремонте мобильных устройств. Все это оборудование без проблем окупится уже в первый месяц работы. Главное найти способ поиска клиентов. Можно открыть даже свою мастерскую, но надо рассчитывать дополнительные расходы на аренду помещения, рабочее место, открытие ИП, рекламу, закупку соответствующего товара для продажи и так далее. Но можно работать и на дому. В общем, так или иначе, услуги мастерской всегда будут востребованы. Техника ломается независимо от времени года, а это означает, что работа будет всегда. Главное хорошо и качественно выполнять свою работу. Тогда клиенты будут возвращаться и приводить своих знакомых вновь и вновь. На этом я хочу закончить свое первое видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Не забывайте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео из этого курса. До скорой встречи, друзья!